Рыночная арифметика Первые помощники Работники жилищно-коммунального хозяйства Профессиональный праздник отметили на боевом посту О событиях, явлениях, а главное о людях, точнее в ближайшие полчаса В студии Ксения Волкова, здравствуйте Тюменцы активно включаются в мониторинг цен на продукты питания Об этом и количество сообщений в блоге губернатора свидетельствует Какие сигналы от жителей уже приняты к сведению, расскажет Анастасия Косымова Тюменка Тамара Фирцева ходит за продуктами ежедневно, причем в разные магазины В одном покупает крупы, в другом молочную продукцию Как и большинство пенсионеров, ищет где подешевле Перловка с дома закончилась Пошла в магазин В один зашла Там 28 рублей за килограмм В другой зашла Вон на Минском рынке вообще 14 рублей килограмм А здесь 62 рубля килограмм Есть разница? Конечно есть Самые низкие цены на продукты на социальных ярмарках Главное условие для производителей, которые здесь предлагают свой товар Он должен быть дешевле, чем в магазинах розничной торговли Да и в них стараются соблюдать рекомендации областного правительства Еще в декабре им был составлен перечень социально значимых продуктов Наценка на которые не должна превышать 15% В списке хлеб, мука, молоко, яйцо всего 17 наименований Идет работа в том числе и с оптовыми поставщиками Вот по этим 17 наименованиям важных продуктов питания Для того, чтобы сформировать нормальную потребительскую корзину И мы отрабатываем сегодня с крупными оптовиками Для того, чтобы они не поднимали цену Мы сегодня напрямую выстраиваем коммуникации с заводными производителями И стараемся объединить тех же оптовиков Для того, чтобы они закупали большие партии Соответственно, чем больше партия, тем выше скидка О фактах необоснованно завышенных цен губернатор просил сообщать ему лично Блог главы региона о вкусной и доступной пище Уже собрал без малого 170 комментариев По обращениям граждан в короткие сроки проводятся проверки В магазине мяса птицы на Ямской хлеб за три дня подорожал с 22 до 27 рублей Наценка больше 22% К 3 февраля уровень наценки в магазине мяса птицы Будет соответствовать законодательству Спасибо за информацию Тюменко Тамара Фирцева сегодня обойдет несколько магазинов Сравнить цены на муку и крупы И обязательно оставит комментарий на сайте правительства Не быть равнодушной и ее гражданская позиция Анастасия Космова, Дмитрий Кондратенко, Тюменское время Вопросы цены образования ежедневно обсуждаются не только на юге Тюменской области В северных округах картина идентичная Главный вопрос, как упростить логистику Чем больше перекупщиков и длиннее транспортное плечо, тем дороже товар В числе уже опробованных решений участие производителей в выездных продовольственных ярмарках Ярмарки дело, конечно, вещь хорошая Но нужно переходить еще и на системную торговую Чтобы постоянно тюменская продукция И именно по таким ценам имела возможность присутствовать здесь Поэтому я думаю, что мы, Дмитрий Николаевич, определимся И найдем, как решить эти вопросы Чтобы комфортно было и сельхозтоваропроизводителям И комфортно было население Некоторые варианты развития событий Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин уже обсудили на встрече в Надыме В выходные там прошли традиционное соревнование оленеводов на кубок губернатора Ямала Итоги очередных сельхозярмарок в северных городах подведем в обзоре событий И там же узнаем, кто стал лучшим учителем Тюмени В Югре вновь и ценили качество тюменских продуктов Двухдневная сельхозярмарка в Когалыми позволила северянам надолго запастись яйцом, мясом и рыбой Этот товар разбирали, что называется, оптом Впечатление у них, конечно, очень хорошее Продукция почти полностью вся раскупается Потому что продукция качественная Территория Тюменской области, она объявлена губернатором Территория без ГМО Поэтому здесь представлены фермерские хозяйства, которые сами выращивают Вся продукция проверяется Большим ассортиментом продуктов тюменские производители порадовали и жителей Нового Уренгоя Покупательской похвалы удостоилась не только качество товара, но и цена Так, за литр масла просили 60 рублей, а за десяток яиц 53 В Тюмени подвели итоги конкурса «Педагог года-2015» В девяти номинациях состязались 73 специалиста Испытания для многих из них растянулись на месяц Конкурсантам нужно было провести открытые уроки, тренинги, а также совместные занятия для детей и их родителей Главная и ключевая фигура сегодня – это кадры А кадры – это, безусловно, те, кто преподают, учат, дают дорогу в жизнь И поэтому вот такие конкурсы, сейчас время новых вызовов Такие конкурсы позволяют выявлять лучших практиков Они мотивируют, они поднимают престиж работников педагогического труда Звание «Педагог года-2015» удостоен учитель истории и общества знания 8-й школы города Теперь Андрею Исаеву, как и другим призерам, предстоит испытать удачу в областном этапе конкурса За горами, за лесами, за широкими морями Под таким названием во Дворце культуры строитель открылась выставка детских рисунков Она приурочена к 200-летию писателя Петра Ершова Учащиеся детской школы искусств «Этюд» и художественной студии «Солнышко» в красках выразили сюжет известной сказки «Конек-горбунок» Работы были выполнены в разных техниках, включая витражную и гротажную Когда работы отсматривали, просматривали, просто для себя настолько вдохновило, я удивилась, насколько все-таки у нас талантливые детки И что даже в таком произведении, да, на одно произведение столько разных работ было сделано Оценить работы юных художников самостоятельно тюменцы смогут до конца марта А на фото-выставке «Один год мы вместе», которая открылась в научной библиотеке имени Менделеева Можно побольше узнать о сотрудничестве Тюменской области с Крымом Наш регион шествует над Черноморским районом полуострова Тюменцы уже отремонтировали несколько школ и детских садов Сейчас оказывают жителям курортов правовую и информационную поддержку Чем еще помочь соотечественникам, тюменцы вновь обсудят 18 марта на площади 400-летия города Там состоится митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма к России А тем временем производители железобетонных изделий готовятся к новому строительному сезону И делать это приходится в непростых экономических условиях Застройщики снижают объемы, прибыль падает Однако намерения продолжать работать у заводов остаются твердыми Что так держит промышленников на рынке, разбиралась Александра Сосновская На заводе бетонном крутой замес Поставщики из Свердловской области повысили цены на сырье Застройщики перестали платить по счетам Долг почти 10 миллионов Крепкие отношения с клиентами все чаще превращаются в краткосрочные встречи в суде У них на самом деле объем это есть, но нет денежных средств То есть они готовы заливаться, но готовы заливаться в долг Что на сегодняшний день мы себе просто этого позволить не можем Поэтому у нас объемы в этот период времени, то есть весна То есть он у нас сократился по сравнению с прошлым годом Но мы планируем его наверстать за счет лета, за счет именно малотажного строительства 200 машин в сутки, объем максимальной отгрузки, мощность средняя Этой весовой категории в Тюмень еще предприятий 40 Третьи из них заморожены и вряд ли оттают к началу активного сезона строительства Владельцы действующих заводов готовятся к худшему Прибыль может упасть вдвое А о расширении ассортиментной линейки или переориентации бизнеса мечтать не приходится Модернизация производства это конечно хорошо, но на сегодняшний день при таких ценах в евро и в долларе То есть это практически невозможно Цены выросли почти в два раза Именно на технику, на оборудование, автомиксера, бетононасосы, самосвалы Но останавливать станки здесь не намерены принимать будут всех, у кого есть наличность Немного позитива добавляет и официальная статистика Сейчас у нас в строительстве находится 229 многоквартирных жилых домов Это порядка 3 миллионов квадратных метров жилья Надеюсь, что планы по вводу жилья в 2015 году мы выполним Запланирован ввод жилья 1 миллион 515 тысяч квадратных метров Этому предприятию около 8 лет льготами для малого и среднего бизнеса владельцы никогда не пользовались Старались самостоятельно справляться, но нынешние экономические реалии похоже заставят их пересмотреть отношения к господдержке Александра Сосновская, Дмитрий Ларичев, Тюменское время Новоселье ближе с каждым днем. Ускорить процесс будущие жильцы комплекса «Олимпия» не в силах А вот убедиться, что сдача их дома произойдет в срок, вполне Компания застройщик даже специальные экскурсии для этого проводит Мои коллеги побывали на одной из них Ведутся забивка свай ГП-6, строительство 3-4 очереди ГП-7 и работы по возведению по строительству фундамента секции 1-2 Товар лицом потенциальным клиентам в компании «Сипстройсервис» показывают не первый раз, но такой «Олимпии» ее будущие жильцы еще не видели Первые пять домов практически заведены под крышу, летом к ним подведут коммуникации и начнут отделочные работы То есть реальная готовность этих объектов строительная будет к концу текущего года, хотя ввод запланирован на 2016 год, на второй квартал Поэтому мы идем даже с небольшим опережением графика Жилой комплекс «Олимпия» – это настоящий европейский городок Удобный вместительный паркинг, уютные дворы без проезжих дорог и машин, детские спортплощадки, велодорожки Также компания «Застройщик» порадует будущих новоселов торговым центром и фитнес-клубом Удобный по инфраструктуре, всегда оборона, мне нравилось, поэтому, так как здесь сейчас идет стройка, мы решили здесь оборона, хороший застройщик, место удобное, развязки, ну в общем-то, все подходит нам Действительно, новостройки отличают удачное месторасположение Находится ЖК «Олимпия» в экологически чистом районе города с хорошей транспортной развязкой Добраться в необходимые места можно будет за считанные минуты Так что ЖК «Олимпия» – это не только комфортные квартиры, но и территория, продуманная до мелочей Галина Исаева, Сергей Мякишев, Тюменское время Это точнее, спасибо, что вы с нами Работники жилищно-коммунального хозяйства отметили свой профессиональный праздник В числе первых их поздравил губернатор Тюменской области Владимир Якушев Он пожелал землякам здоровья, успехов и благополучия А также заметил, что от их профессионализма зависит не только комфорт в домах, но и надежность многих сфер экономики региона Сантехник в коммунальной иерархии хоть и не на самой вершине, но работу его недооценивать не стоит Это он, если что, устраняет утечки в системах отопления и водоснабжения дома В новостройках, конечно, работы поменьше, но, как убедился Александр Гришаков, и там сантехники без дела не сидят Утро сантехников начинается с планерки Здесь обсуждают накопившиеся проблемы и раздают заявки В каждой такой бумажке направление на лечение Среди пациентов смесители, унитазы и счетчики Отличие от поликлиники только одно – операции проходят на дому Время приема строго регламентировано, поэтому у сантехников есть минутка, чтобы сделать обход Проверяем параметры воды, давления, температуру воды Для этого мы проходим и смотрим, чтобы, как говорится, не устранить, а предотвратить аварию Сергей Паздерин начинал крутить гайки в ЖКО моторного завода Теперь устраивает быт жителей Тюменского микрорайона Общий стаж сантехника ровно 30 лет и 2 месяца И все это время с ним лучший друг Сантехника – это газовый ключ В новостройках коммунальные аварии – редкость Ночами работает аварийная служба, а днем у сантехника 4-5 заявок В основном они связаны с устранением протечек и пломбировкой счетчиков Я раньше думал, что сантехники – это те люди, которые постоянно опаздывают Постоянно приходят в странных состояниях А тут нет, я убедился, что это вполне серьезные люди, вполне квалифицированные работники В управляющей компании Домова 7 сантехников У каждого свой участок, но работать только по специальности им скучно У нас есть такая проблема, что ставят машины очень близко друг к другу И, к сожалению, молодым мамам с колясками не пройти до детской площадки Или не выйти вообще Ребята посовещались и предложили, в принципе, пришли ко мне Предложили вариант, что, может быть, мы сами будем у себя изготавливать полусферы Которые там ограничивают движение машины Льют полусферы и собирают заборчики для детских площадок сантехники в свободное от работы время А его, благодаря современной технике, хватает Когда все нормально, когда все профилактика сделана, все работает, то, конечно, легче Она намного, что те же задвижки сейчас идут Раньше были штревельные, чтобы ее закрыть, ее сколько надо было крутить Сейчас закрыл, никаких проблем Если проблемы с сантехникой все же возникли, то управляющие компании дают жильцам, как правило, один совет Может, пригласите сантехника? Александр Гришаков, Владимир Кондратьев, Тюменское время Ну а в домах не очень новых коммунальные проблемы помогут решить капремонты Напомню, до 18 апреля жители Тюменской области должны определиться, кто все-таки будет копить на столь затратное дело Тариф в нашем регионе небольшой, 7,5 рублей за квадратный метр жил площади Однако, если квартира просторная, то и отчисления будут значительными Больше всего из-за этого переживают старики, но делают это зря Для них в регионе предусмотрены субсидии Если плата за жилищно-коммунальные услуги, то есть включая плату за капремонт Приходящаяся на социальную норму жилья больше, чем 20% от совокупного дохода семьи Или одинокопроживающего гражданина, то все превышение выплачивается в виде субсидий из бюджета Для примера возьмем малоимущую семью из трех человек, площадь квартиры 54 квадрата Совокупный доход 10 тысяч рублей, а плата за коммуналку 3,5, это больше 22% А потому 1300 рублей за тюменцев заплатит областной бюджет На собрании жильцов, кстати, можно не только тему капремонта поднять, чтобы оборудовать площадку для выгла собак, которых в Тюмени не очень много Тоже требуется общее решение С кем и как нужно договариваться, чтобы во дворах стало чисто и спокойно, выясняла Вера Баранова Детская площадка, асфальтированные дорожки, парковка И минимум зеленых насаждений таких дворов в городе все больше Этот расположен по улице энергетиков Ольга Смирнова гуляет здесь с собакой Даной три раза в день У нас очень много собак в доме, и в нашем доме, и рядом, в пансионате, в домах Но места для выгла собак вообще нет Приходится вот за домом где-то искать кусочки, клочочки, где травка, где земелька При этом Ольга Валентиновна убирает за своим питомцем Шутит, целлофановые пакетики всегда с собой Добросовестные собаководы уже обращались в управляющую компанию с просьбой установить во дворе площадку для выгула Где также поддерживали бы порядок, однако пока безрезультатно В Пудельфабе здесь только тренируются, остальные дела в своем дворе Площадка в Александровском саду слишком далеко от дома Однако собаководы все равно ее ценят, следят за чистотой и благоустройством Площадки для выгула собак стараются обустраивать Где-то есть урны, где-то их нет А вот здесь вот, например, есть бокс, где должны храниться чистые пакеты Но, к сожалению, он пуст Рекордсменом по количеству собачьих площадок считается Восточный округ Там с 2009 года их появилось шесть штук Еще две отремонтировали А в Ямальском микрорайоне и вовсе места для выгула были заложены застройщикам еще на этапе проектирования Даже из тех дворов широтной тоже сюда идут и гуляют с собаками Как бы все равно нужно больше места для собак А сделать больше не так-то просто Управы организуют строительство только в местах общего пользования Это, как правило, парки и скверы Что же касается дворовых территорий, возможность установки есть Однако здесь проблема с санитарными нормами Расстояние собачьей площадки от стены дома должно составлять не менее 40 метров И это же касается объектов соцкульпт-быта То есть, если это детский садик, школа, значит, объект здравоохранения во дворе находится Тоже, соответственно, санитарная норма 40 метров от забора Идеальное решение проблемы – это пересмотр СНИПов на федеральном уровне А пока выход один Общедомовое собрание жильцов и решение большинства Если нормы позволяют, управляющая компания обязана возвести площадку Верборанова Сергей Мякишев, Тюменское время Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно Формейшн Вера готовится к главному танцевальному событию этой весны Знаменитый на весь мир коллектив соберет на большой сцене Тюменского драматического всех своих друзей В программе яркие номера от участников паралимпийских игр и будущих звезд паркета из Центра спортивного танца Изюминкой шоу станут конкурсные выступления единственного в своем роде тюменского коллектива Формейшн Леди Главный танцмейстер шоу заслуженный тренер России Алексей Литвинов Под его руководством коллектива Вера много раз становился чемпионом мира и Европы по спортивным бальным танцам Хореограф не первый год вдохновляет на участие в танцевальной жизни региона Не только титулованных профессионалов, но и талантливую молодежь, которая делает первые шаги в любительском спорте И тех, и других в концерте Формейшн Вера зажигает звезды можно будет увидеть 23 и 24 марта В эти же дни яркое шоу развернется и на арене Тюменского цирка Артисты и животные разыграют сюжеты и сказок Бажова Премьера спектакля «Дело было в Малахитовке» уже состоялась За реакцией публики наблюдала Мария Рянина Не цирковое представление, а настоящий спектакль Зрители ждут красочные декорации, персонажи в ярких костюмах и удивительные трюки животных Все представление выстроено в духе старинных народных преданий Сегодня очень мало информации о нашей истории, о нашем быте, о нашем прошлом И мне бы хотелось, чтобы молодежь не только аватар, покемонов знала, телепузиков Она знала нашу родную историю, наш Урал Мы с Урала привезли эту тему по мотивам Бажова, даже не только Бажова, а вообще уральских сказок Любовь, доброта и смелость – духовные ценности, о которых герои спектакля на протяжении двух часов рассказывают зрителям Происходящее на манеже обязательно придется по душе и маленьким и взрослым Ведь увлекательный сюжет сопровождают все любимые цирковые жанры Больше всего понравилось, что это по нашей сказке И вот таким детям, как раз таким маленьким, было очень интересно И мы у нас пролетело как один миг Спасибо большое артистам всем Славные А тебе? Мне? Мне, наверное, воздушные гимнасты Маме собачки понравились, которые немножко были, но запомнились Попасть на спектакль тюменцы могут каждые выходные в 12 и 16 часов А для детей до 5 лет вход на представление бесплатный Мария Рянина, Алексей Безделов, Тюменское время Вездеход за правильный ответ Тюменское время дал старт викторине «Своя территория» Главный приз – автомобиль «Луаз», для которого практически не существует бездорожье Стать его обладателем может любой телезритель старше 18 лет Для этого необходимо интересоваться жизнью области Подробности проведения розыгрыша уже на официальном сайте Тюменского времени Будьте внимательны и, может, именно вам улыбнется удача А этот проект телеканала посвящен главному событию года – 70-летию Великой Победы В нем тюменцы делятся незабываемыми историями Один донос и в раз лишен всех наград О фронтовике, который в глазах семьи навсегда остался героем В рубрике «Я горжусь» расскажет его внучка Мой преддедушка родился в многодетной семье в 1916 году Зовут его Мишелов Григорий Игнатьевич Дедушка работал до войны в органах НКВД После он учился в городе Иркутск на лейтенанта До начала военной службы дедушка служил в Дальнем Восточном фронте Прошел очень много городов – Убийск, Иркутск, Благовещенск В начале войны дедушка также оставался в Дальнем Восточном фронте Был командиром взвода 40-го батальона автосистерн До 1944 года он оставался служить там В 1944 году к прадедушке приехала его жена И он пошел с ней на свидание Ничего было делать категорически нельзя На дедушку поступил донос Он узнал, кто был доносчиком И, собственно говоря, вступился в перепалку После чего его отправили в штрафбатальон Родственники были поражены тем фактом Что прадедушку отправили в штрафной батальон Так как солдатов штрафбата отправляли на самые тяжелые участки фронта Почти без оружия После того, как дедушка попал в штрафбат Он был лишен всех наград, которые он получил за время войны По первоначальным данным, он погиб в штрафбате 29 апреля 1945 года После войны бабушка, его дочка, пыталась узнать, где все-таки похоронен ее отец Отправляла запросы в город Омск Запросы были перенаправлены в Москву И пришла архивная справка о том, что дедушка похоронен в деревне Панша в Латвии Также из данной из третьего источника В Латвии есть город Прискулия Находится мемориал, где сохранено более 23 тысяч солдат В списке числится мой прадедушка Несмотря на то, что наш дедушка был лишен медалей и наград Для нас он остается самым настоящим героем И на сегодня у меня все Хороших вам новостей Смотрите точнее До свидания Редактор субтитров А.Семкин